Всем привет! Вы на канале Анна Галич. Сегодня приготовим эскимошки медовые и украсим их в виде единорожек. Перед началом хочу поблагодарить вас, мои дорогие зрители, за то, что делаете репосты, оставляете комментарии, ставите лайки. Спасибо огромное! Для крема я разогрела жирные сливки и добавила в них белый шоколад. Все пропорции вы найдете в описании под этим видео. Тщательно перемешиваю, пока шоколад не растопится. В миску отправляю сыр сливочный, хорошенько его перетираю, чтобы он стал мягким и добавляю к нему шоколадный крем. Тщательно взбиваю, можно погружным блендером, можно венчиком, как это сделаю я. Объединяем ингредиенты до однородности. Затем берем любой бисквит или у меня вот остались три пряничка после украшения, режем их на мелкие кусочки. Затем нам потребуется формочка для эскимошек силиконовая. У меня форма для мини эскимо размер 7 на 4 сантиметра, глубина полтора. Отправляем туда немного крема, распределяем по лицевой поверхности, чтобы у нас было все гладко и красиво. А затем добавляем бисквитную крошку. Никита снова мне помогает. Сверху закрываем все кремом и хорошенько разравниваем. Наша задача, чтобы не было воздушных полостей, чтобы эскимошки были плотные. Затем вставляем палочки, немного придерживаем сверху, чтобы не вывалилась пирожное. Снова разравниваем и отправляем в морозилку на 5-7 часов, в зависимости от того, какая у вас морозилка. Для глазировки я использую шоколадную глазурь, растапливаю ее до 40 градусов. Рецепт будет в описании к этому видео. Окунаю эскимошку, делаю это очень быстро, чтобы эскимо не покрылись конденсатом, иначе будут проблемы. Итак, покрываю быстренько, захватываю деревянную палочку, снимаю излишки. И когда глазурь перестает уже течь, я укладываю их на тефлоновый коврик, пергамент или просто обычный пакетик. Повторяю со всеми и немножко подожду, чтобы глазурь прихватилась. Вот, посмотрите, последняя глянцевая, еще не схватилась глазурь, а первая уже матовая. Затем укладываю их быстренько в герметичный контейнер и отправляю для разморозки в холодильник, буквально на час. Это нужно, чтобы не было конденсата. Через час будем украшать. Пока эскимошки размораживаются, займемся декором. Я беру сахарную мастику, покупную, но также есть рецепты на моем канале самодельной мастики. Их вы можете найти в закрепленном комментарии под этим видео. Хорошенько вымешиваю мастико вытягивающими движениями, затем раскатываю довольно толстый миллиметр, 3 точно есть. И вырезаю ушки. Я использовала вырубку для листа розы мини, либо можно воспользоваться колесиком или вообще взять ножик для пластилина из детского набора. Подгибаю ушки у основания, так будет смотреться более естественно. И распределяю их по комплектам. У нас будет 8 ушек, потому что 4 эскимошки. Из обрезков я сделаю рожки. Катаю длинную колбаску, делю ее на 4 части. Очень важно работать быстро, иначе мастик подсохнет и рожки не склеятся. Затем колбаски делаю такими заостряющимися с одной стороны. И скручиваю друг с другом. Все очень-очень просто, у вас точно получится. Примеряю мой получившийся рожек к ушкам. Ага, длинноватый, значит нужно обрезать. Вот так идеально. И повторяю все то же самое на оставшихся комплектах. Затем беру цветочную пыльцу для сахарных цветов, кисточку сухую синтетическую. И подкрашиваю ушки у основания. Рожки я окрашу порошковым красителем, тоже сухой кистью. Краситель с эффектом металлика. У нас его еще называют кандурин. Золотой. Для декора я также буду использовать цветы из глазури. Их готовили мы с вами в прошлых видео. Ссылки будут в закрепленном комментарии. Обязательно зайдите и посмотрите. Для того, чтобы приклеить всю эту красоту, я использую королевскую глазурь. Белковые рецепты также будут в закрепленном комментарии. Насадка у меня листик. Консистенция глазури базовая. Устанавливайте декор только на хорошо размороженные эскимошки. Если они будут холодные, на них будет образовываться конденсат. Такие капельки влаги, которые будут разъедать декор, мешать вам рисовать. И это никому не нужно. Расписываю эскимошки обычными гелевыми водорастворимыми красками, но добавляю в них мед. Не всегда это работает, особенно если есть конденсат, то краска все равно скатывается с шоколада, даже несмотря на мед. Но у меня есть второй вариант, и я вам его чуть позже покажу. Оставляю глазки, занимаюсь установкой декора, и посмотрю как. Если краска скатывается, то беру и добавляю в нее королевскую глазурь. Она отлично клеится и к шоколаду, и к чему угодно. Глазки глазурью из насадки я не люблю рисовать. Какие-то мелкие нити, они иногда осыпаются с шоколада. А вот таким образом кисточкой нанести глазурь белковую, почему бы и нет. Да, видите, глазки держатся, все отлично. Скоро мы увидим единорожек во всей их красе. Конечно же, щечки. Если у вас есть порошковые красители, обязательно сделайте щечки сухой кисточкой. Правда же, красиво? Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поделитесь ссылкой на него в любой своей социальной сети. Это очень поможет в продвижении моего канала. Ну что, пробуем? Если у вас остались вопросы по видео, задавайте их в комментарии, я постараюсь отвечать. А также загляните в закрепленные комментарии, там очень много полезных ссылок по теме. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Спасибо. Спасибо.